Здравствуйте друзья. Matter это логический протокол обмена данными между устройствами умного дома, основная цель которого это универсальность. Смысл состоит в том, чтобы убрать понятие ограниченной совместимости. Это устройство умеет работать только с HomeKit, а это только для Google Home. Поддержка Matter означает, что гаджет будет гарантированно работать вне зависимости от того, какую систему управления умным домом вы используете. Но, это пока все в теории, на практике развитие протокола и его стандартизация продолжается. Еще один момент, который стоит уточнить. Matter это логика, обмен данными. На физическом уровне, большинство из доступных на рынке устройств используют Wi-Fi 2.4 ГГц. И начинают появляться первые устройства на Trit, это что-то вроде продвинутой версии Zigbee. Немного подробнее, я об этом писал в своей обзорной статье, ссылка в описании. Это видео посвящено первому попавшему ко мне на тест устройству с поддержкой Matter, двухканальному реле The Mi Smart ZME2. Так что если я что-то не учел в этом тесте, пишите в комментариях. Перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей интересующихся тем умного дома и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Тип устройства, двухканальное реле для внутреннего и наружного монтажа. Модель The Mi Smart ZME2. Протокол управления Matter. Интерфейс Wi-Fi 2.4 ГГц. Мощность нагрузки, общая 600 Вт, 300 Вт на канал. Диапазон рабочих напряжений от 100 до 240 В. Управление, логическое, кнопки на реле и внешний выключатель. Размер 52 на 51,5 на 21,2 мм. Система управления Apple HomeKit Google Home. Поставляется устройство в небольшой коробке с логотипом производителя и его изображением на фронтальной стороне. Там же нашлось и лого протокола Matter. На одной из боковых сторон указаны параметры, про которые я уже сказал. Единственный момент, тут написано беспроводный протокол Matter. Это не совсем корректно, так как Matter это только логика. В качестве сети передачи данных тут используется Wi-Fi 2.4 ГГц. В комплекте поставки реле, небольшая инструкция, на которой продублирована наклейка с кодом для подключения и пара саморезов для крепления. В инструкции имеется схема электрического подключения, в том числе и при использовании проходных выключателей для каждого из каналов. Реле находится в компактном корпусе с закругленными краями и базово предназначается для установки в подрозетнике, а поверх него внешний механический выключатель. Особенность конструкции две кнопки, которые управляют каждым из каналов реле, причем с подсветкой. Кроме этого, удерживание кнопки сбрасывает реле в режим подключения. Очевидно, предполагается, что реле можно использовать и без внешнего выключателя, закрепив к поверхности саморезами. Реле двухканальное, поэтому тут четыре контакта, входящие фазой 0 и две исходящие фазы. Крепление на винтах, которые находятся на торце корпуса, а провода подключаются с широкой стороны. С другой стороны, под защитная наклейка, на которой указано не подключать провода под напряжением, находятся три винтовых колодки для подключения внешнего механического выключателя. Круглый подрозетник реле помещается, правда довольно плотно. Очевидно, что при такой компоновке, было бы удобнее провода заводить в торцевую часть, а доступ к винтам иметь с широкой стороны. Для запуска и проверки реле, достаточно подать на него питание. Фазу на контакт L, 0 на N. Реле будет работать и в том случае, если их перепутать местами. Однако, с точки зрения безопасности, разрываться должна именно фаза, а не 0. После подключения питания, реле переходит в режим сопряжения и подсветка на клавишах начинает мигать. Хочу отметить один момент, через некоторое время реле становится ощутимо теплым, даже без подключения нагрузки. Для подключения реле нужно, чтобы ваш смартфон или планшет, то с чего вы будете его подключать, находился в сети 2.4 ГГц. Сразу после включения питания, на экране появилось уведомление о обнаружении маттер устройства, и было предложено подключить его в Google Home, с него и начнем. Стоит сразу уточнить, что для управления устройством маттер, необходимо иметь устройство, выполняющее роль маттер хаба, которое находится с ним в одной сети. В моем случае это экран Google Nest. Также для этого можно использовать, например, динамики Google Home. Для подключения необходимо будет отсканировать QR-код на наклейке или ввести его вручную. Далее нужно немного подождать, пока будет проводиться обмен данными. Еще один немаловажный момент, маттер является локальным протоколом, кстати именно поэтому и нужен маттер хаб в одной сети с управляемым устройством. Зато нет зависимости от интернет при работе автоматизации. Финальный шаг, подтверждение подключения устройства и реле появилось в Google Home в виде двух выключателей. Все довольно быстро и просто, без необходимости установки еще каких-то дополнительных приложений. По умолчанию ему было присвоено название Smart Switch, которое можно тут же изменить для удобства управления через голосовой помощник. В остальном это просто реле, которое умеет включать и выключать два канала независимо друг от друга. Щелчки довольно тихие. Выключатель, кнопки управления с экрана все работает параллельно. Команды отрабатываются мгновенно, но на экране состояние реле меняется с небольшим таймлагом, так как приложение в отличие от него работает через облако. В случае пропадания питания после его восстановления, реле помнит свой предыдущий статус. С Apple HomeKit процесс выглядит примерно так же. Подключение устройства происходит через сканирование QR-кода и для управления им также нужен MatterHub, его роль выполняет центр управления. На данный момент центрами управления может служить приставка Apple TV или умной динамики. В моем случае это проблема, так как у меня есть только iPad, который изначально тоже работал как центр, именно под эту задачу он и покупался. Однако, некоторое время назад Apple решили убрать эту функцию. Я вижу только, что система определила его как выключатель, но дальше продвинуться без центра не могу. Хотя обычные устройства под HomeKit подключаются без проблем, как это можно видеть в моем недавнем обзоре, где я тестировал два реле и розетку. С Matter так к сожалению не получится. Для полноты картины проверим работает ли это реле с Tuya Smart, хотя эта функция нигде и не заявлена. Подключал я также через сканирование QR-кода. Процесс подключения запустился. Какое-то время приложение пыталось подключиться, но потом выдало ответ, что устройство не поддерживается. Чтобы исключить возможность ошибки, я пробовал подключить не менее трех раз. Результат один и тот же. Home Assistant также может выполнять функцию Matter-хаба. Для этого из магазина дополнений нужно установить Matter-сервер. Настройки оставляем по умолчанию и запускаем его. После этого в меню интеграции появится Matter. Как видите, пока еще бета-версия. Как я и сказал, разработка все еще в полном разгаре, поэтому еще возможны некоторые недоработки. Устанавливаем интеграцию, это в отличие от дополнения, которое является отдельным контейнером, интерфейс самого Home Assistant. Теперь в списке дополнений у нас доступна новая опция Добавить устройство Matter. Сам процесс добавления происходит при помощи приложения Home Assistant на телефоне, которое подключено к вашему серверу. Все это в момент подключения должно находиться в одной сети, а телефон переведен на 2,4 ГГц. Процесс подключения выглядит примерно так же, как и на Google Home. Идет обмен данными, создание учетной записи, проверка сетевого подключения. Все занимает около минуты. К Home Assistant устройство успешно подключилось, однако система не смогла определить ни одного объекта. Имеется в виду, что в интеграции появилась новая запись, но собственно переключателей объектов Switch нет. Полагаю, что это все еще и сдержки развития протокола. Что можно сказать в качестве вывода. Задумка протокола Matter ясна и правильно. Это универсальность, которая позволяет устройству работать с любыми системами управления умным домом и локальность, которая обеспечивает быструю и стабильную работу автоматизации вне зависимости от канала интернет. С другой стороны, для того чтобы можно было работать с такими устройствами, нужны специальные хабы. В Google Home это экраны Google Nest, колонки Google Home, в Apple HomeKit это приставка Apple TV, колонки серии HomePod. К сожалению iPad более не может быть домашним центром и в моем случае это проблема, так как придется смотреть в сторону покупки нового устройства. Home Assistant также ведется разработка программной поддержки устройств Matter. Мы разобрались, что это работает в связке дополнения Matter сервер и интеграции Matter, а для подключения нужно использовать телефон с установленным приложением Home Assistant. Однако ее состояние на дату обзора пока не гарантирует полной совместимости со всеми Matter устройствами. На этом все, надеюсь что видео было вам полезно и интересно и вы немного разобрались с тем, что такое Matter и чего от него ждать. Еще раз скажу, что пока ведется активная разработка и стандартизация протокола, поэтому некоторые проблемы, надеюсь временные, возможны. Буду благодарен за ваши лайки, это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании я оставлю все необходимые ссылки на магазины, где можно заказать показанные видео устройства, на обзоры, упомянутые соответствующие этой теме, мой телеграм-канал, страницу в фейсбук и группу для общения по вопросам умного дома разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры создавал DimaTorzok